Ростов сегодня – это работа МЭОКов с планами их строительства и ювелирный операционный труд офтальмологов. Это соревнования юных казаков на слете ГТО и новый фестиваль по дороге на юг, развивающий автотуризм. А также выставка потомка, дружившего с папуасами-путешественниками Клуха Маклая и подготовка дайверов в теории бассейне и открытом водоеме. Ростов сегодня – это старт баскетбольного сезона и поражение нашего сильно изменившегося клуба. А еще это встреча гандболисток Ростов-Дона, Таженова и Ганичевой со студентами. И целых плюс 17 в пятницу за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущая Мария Филинкова. Здравствуйте. О формировании комплексной системы управления отходами говорили на выездном совещании. Пять межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов МЭОКов запланированы в Ростовской области региональным проектом. Три из них построены в 2021 году – Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский. Еще два – в стадии проектирования. Было принято решение строительства в Мясниковском районе, так как это близлежащие, учитывалось плечо транспортировки, что это земельный участок. Что на сегодня реализовано? Первое, что мы делали, это, конечно, строили сам объект – это полигон. Это хозяйственная зона, где мы с вами находимся. И вот эти все будут карты. В строительстве Мясниковского МЭОКа мощностью 800 тысяч тонн в год предусмотрено 8 этапов. Уже обустроены три карты полигона делают четвертую – защитным противофильтрационным экраном и геомембраной. О формировании в регионе комплексной системы управления отходами и вторичными материалами говорят на выездном совещании. Этот межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс строится полностью за счет инвестора. В него будет вложено порядка пяти миллиардов рублей. Автоматизированный мусоросортировочный комплекс должны сдать в эксплуатацию в следующем году. А пока мусорные потоки из Ростова и Мясниковского района перебирают по фракциям вручную в цеху в Ливенцовском и мобильном комплексе МЭОКа. «Сейчас активно идет монтаж у нас дорожного покрытия, монтаж металлоконструкций. Инженерные сети уже закончены почти на 90%. То есть, мы, в принципе, уже из земли вышли. Последний этап остался вот этот большой. Видите, вот сейчас котлован закопать нам. Это самый глубокий у нас на отметке 11 метров». «Этот объект будет современным. У него будет установлено оборудование, которое позволит автоматически отбирать фракции, даже распределять их по цвету. Отходы будут поступать в бункера, что предотвратит разлет, неприятный запах на объекте». А еще здесь проектируется площадка компостирования органики. В итоге после окончания строительства МЭОКа в следующем году больше трети коммунальных отходов, в том числе органических, будут идти на переработку. «Открываются вот эти на входах шторы. Сюда идет приток кислорода и, соответственно, отток идет того пара и газа, который образовался. Как это прошло, все, температура упала, ворошильная машина еще раз проехала, еще раз прыснула, опять стоим ждем. То есть, до четырех ворошений в неделю у нас получается». Это уже другой МЭОК – Неклиновский. В этом цехе 4,5 тысячи кубов мусора превращается в 2 тысячи кубов техногрунта. Твердые коммунальные отходы сортируются, брикетируются и отправляются на переработку. А то, что утилизировать нельзя, размещается на карте полигона. Еще три такие карты здесь планируют построить до конца 27-го года. «Органические отходы, пищевые отходы складируются здесь в бурты. С помощью машины ворошительной происходит ворошение и обработка отходов термофильными бактериями. Что такое термофильные бактерии? Это кисломолочные бактерии, которые поедают все, что есть у них на пути органическое, при этом с подъемом температуры и выделением пара и газа». В основании карты полигона геомембрана, защищающая почву и грунтовые воды от загрязнения. А система дренажных труб собирает и отправляет фильтрат на очистные сооружения. Важно, что регооператоры этого МАУКа активно внедряют раздельный сбор мусора, картон, металл, стекло и пластик. Можно отправлять в отдельные контейнеры для последующей переработки. «Ноторичная переработка труда отходов – это очень важная у нас в настоящее время тема и необходимость, даже так сказал. В целом, министерство и ведомство региона, которое отвечает за данные действия, находится в постоянном контакте с операторами, с застройщиками комплексов и современно вносится изменение в том числе в территориальную схему по вручению с твердыми коммунальными отходами территории региона». В планах строительства еще двух МАУКов – Красносулинского и Новочеркасского. Сейчас проекты проходят экологическую госэкспертизу. Роксана Базазян, Николай Кубышкин, 1-й Ростовский. Всемирный день зрения. Сегодня он отмечается во второй четверг октября. Задачей этого праздника объявлено привлечение внимания к проблемам слепоты и реабилитации людей с глазными нарушениями. Что мы и делаем, отправляясь в Рок-АБ и наблюдая за ювелирной работой офтальмологов. Валерий Слюсарев получил тяжелую травму на производстве еще в 2005 году. Из-за повреждения глазного нерва один глаз ослеп полностью. Второму, здесь в Ростовской областной клинической больнице, зрение удалось вернуть с помощью пересадки роговицы. Но из-за серьезных повреждений лицевых тканей века этого глаза не закрывалось. Пришлось сделать пластическую операцию, взяв кожу с бедра. Глаз не закрывается полностью. А раз он полностью не закрывается, высыхает склера, высыхает роговица и нарушается зрение. Вот мы его сейчас почти-почти восстановили, но наши окулисты говорят, что нужно еще немножечко добавить. Мы планируем в ближайшее время провести очередную операцию, я надеюсь, последнюю. Сейчас пациент видит очертания людей. Сам готовит себе обед и ходит в магазин. Эмоции отличные, ожидания хорошие. Потому что в Москве отказали мне, а здесь взялись и сделали пластику роговицы. И дальше, ну еще немножко, и я думаю, буду видеть. За год в Ростовской областной клинической больнице возвращают зрение более чем трём тысячам пациентов. Нино Катамадзе под наблюдением в трой год. Глазная патология у нее с детства. А после родов начались осложнения. Помогла только пересадка роговицы на оба глаза. За эти два года сделаны мне две сквозные кератопластики. И вот сейчас меняли два дня назад хрусталик. И у меня видимость была на 50 сантиметров. Я очки носила на минус 19. Сейчас я обхожусь без них. Размеры хирургических инструментов на таких операциях не превышают миллиметра. Любое вмешательство микроскопическое, а процесс заживления максимально быстрый. Главное – вовремя выявить проблему. Очень много пациентов, особенно город Ростов-на-Дону, с запущенными формами головокомы. Повышенное глазное давление. И, к сожалению, когда не обращаются, уже ничем помочь нельзя. Поэтому офтальмологи рекомендуют периодически проверять зрение и здоровье глаз. Артем Алладамов, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Предотвратить конфликты и укрепить научные связи. Полторы сотни представителей науки из регионов России и зарубежья собрались в Ростове на Международный форум историков-кавказоведов. Это уникальная площадка, где ученые могут поделиться научными трудами и обсудить проблемы истории Кавказа. Говорить о прошлом, чтобы негативная история не повторялась в будущем. Форум историков-кавказоведов был задуман 10 лет назад как площадка для преодоления разногласий и обмена опытом. И здесь мы как бы можем сверить часы, в какой степени, к чему уделяем больше внимания, к чему меньше. Мы можем посмотреть, как реализовываются какие-то, ну какие-либо проекты в области, скажем, национальных отношений, 18-19. Сейчас в каком они состоянии находятся, какие болевые точки в тех или иных регионах, на что обращать внимание. В течение двух дней представители науки обсудят этнополитические, социально-экономические, демографические, социокультурные и религиозные процессы на Кавказе. Мы знаем, что сегодня карта региона опять меняется, особенно если какие-то процессы, происходящие на Южном Кавказе. И, соответственно, тоже проблемы будут обсуждаться также. Это проблемы связаны с вооруженными конфликтами. Они все равно для нас достаточно часто существуют. И они не только существуют, не только происходят в виде боевых действий. Они находятся в отражении в исторической памяти, в отдельных обидах, которые возникают у представителей различных народов друг к другу. Конечно, это проблемы тоже нужно обсуждать. И вот наш форум является для этого хорошей площадкой для научного диалога. Планируется на форуме выработка исследовательских концепций и точек зрения, способствующих сохранению толерантности этнического и политического согласия на Кавказе, которые имеют большое значение в масштабах всей страны. Кавказ является таким местом, которое составляет прикованное внимание по отношению к иностранным державам, чтобы создать конфликтное пространство внутри России. К юбилейному 10-му форуму организаторы подготовили специальное издание. В нем около сотни научных докладов по истории, политике и культуре Кавказа. Самые разные проблемы. Здесь и проблемы демографии нашего региона, проблемы социально-экономического развития, социокультурные процессы, происходящие на Кавказе, и на Чижнем, и на Северном Кавказе. Так что круг проблем чрезвычайно широк. А по итогам форума будут приняты рекомендации для дальнейшего укрепления связей кавказских народов. Всероссийский слет казачьей молодежи ГТО собрал в Ростове 9 команд победителей войсковых этапов. Кадетам от 14 до 17 лет дается на спортивное выяснение отношений 3 дня. Наша съемочная группа побывала на открытии слета и оценила прыжки и наклоны. Команда Всевеликого войска Донского первая в колонне. Открывая финал Всероссийского слета, казачьи молодежи готовы к труду и обороне. А за ней еще 8 лучших команд от других казачьих войск. Краснодарский, Красноярский, Ставропольский и Забайкальские края, Ярославская, Самарская, Оренбургская и Новосибирская области. Наш регион представляют казаки из шахтинского кадетского корпуса. Мы планируем здесь, во-первых, получить положительные эмоции, завести новые знакомства, показать, на что мы способны, отставить, естественно, честь нашего учебного заведения. Ну и победить тоже хочется, естественно. Три дня команды кадет 14-17 лет соревнуются в подтягивании, прыжках в длину с места, наклонах вперед на гимнастической скамье, беге и других нормативах ГТО. Это будущее нашей страны, будущее нашего отечества. И мы гордимся, что у нас есть в Российской Федерации и в Ростовской области кадетские корпуса, в которых учатся достойные парни. Донской казак Сергей Шапошников проявил себя в прыжке в длину, установил личный рекорд. Так хорошо прыгнул, потому что нас тренируют отличные преподаватели, учителя. Мы к этому готовимся. Сколько прыгнули? Прыгнули 2 метра 52 сантиметра. А кубанские казаки показали лучшие результаты в наклонах на гимнастической скамье. Моечный результат в наклоне составляет 19 сантиметров, достаточно непросто, но вполне выполнимо. Соревнованиями, кстати, слет не ограничится. В его культурной программе поездки в исторический парк «Россия. Моя история» и столицу донского казачества Новочеркасск. Дарья Барлоухян, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. По дороге на юг ведет новый туристический фестиваль. Провели его в Ростове, чтобы обсудить популяризацию и развитие автотуризма. Организаторы пригласили гостей из Волгоградской, Запорожской областей, Крыма и Луганской народной республики. Все больше людей едут в Крым на автомобилях, а где по пути в Ростовской области можно отдохнуть, переночевать и не одну ночь, а несколько. Днем знакомясь с достопримечательностями, традициями и кухней. В создании информационной и логистической базы данных – одна из целей первого турфестиваля «По дороге на юг». Это совместный проект крымчан и ростовчан. По дороге к нашему проекту стали подключаться еще ряд областей. У нас Волгоградская область активно участвует в нашем проекте, Воронежская область на сегодняшний момент подключилась. И мы надеемся, что проект «По дороге на юг» будет все шире и шире расширяться, рамки его будут расширяться. И это поспособствует не только удобству в передвижении туриста, а налаживанию внутренних связей и взаимодействий между представителями туристического сообщества. Мы все вместе через туризм достигаем одной общей цели. То есть мы осуществляем взаимодействие людей через наших замечательных туристов, мы осуществляем рост турпотока, а значит увеличиваются знания друг о друге наших регионов. Организаторы фестиваля – Минэкономразвитие Ростовской области и региональное агентство по развитию туризма и деловых коммуникаций. Важной сегодняшней задачей они называют знакомство ательеров южных регионов с местными производителями и поставщиками услуг. Есть выражение у казаков такое – давайте знаться. Когда мы общаемся, мы получаем информацию о достижениях наших коллег, друзей, соседей. А самое главное – сегодня надо заниматься въездным туризмом. И это, наверное, главная тема, которая сегодня прозвучит на нашем форуме. Хотелось бы, наверное, посмотреть, да, у нас такая ситуация, да, у нас восстановить туристическую потенциал нашего края. Поэтому я думаю, что это как раз возможность познакомиться с другими регионами, посмотреть, как это работает вообще Российская Федерация. Главным событием фестиваля стала двухдневная стратегическая сессия «Как превратить автотрафик в турпоток». Фестиваль по дороге на юг должен помочь развитию автотуризма, продвижению местных достопримечательностей и культурных объектов, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Елена Ребжанова, Первый Ростовский. Как изменилась жизнь Папуа-Новой Гвинеи за 150 лет, рассказывает с помощью современных фотографий и рисунков легендарного путешественника Николая Миклуха-Маклая, его потомок и полный тезка. Он привез в Ростов свою выставку и выступил на ее открытии с лекцией об изучении южной части Тихого океана. Встреча потомков Миклуха-Маклая и первого увиденного им Папуа-Сатуя, традиционная хижина берега Маклая и 3000 обитателей острова, встречающих русскую экспедицию. Это и многое другое на фотографиях выставки, с которой в Ростов приехал двоюродный правнук и полный тезка выдающегося ученого-гуманиста Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Повторив путь родственника, он решил показать, как изменилась Папуа-Новая Гвинея за 150 лет. Изменилось, конечно, очень многое, и многие традиции начинают быть не настолько использованы в жизни. Но однозначно я вам должен сказать, что сохранилось. Вот сохранилось это вот семейный уклад и традиции их, когда они распределяют обязанности, когда они передают из поколения в поколение свои знания. Проект «Миклуха-Маклай. 21 века. Жившая история» – это современные фотографии и рисунки первого русского путешественника, изучившего жизнь и быт туземцев, и к тому же выставка масок. Меня вообще привлекает путешествие. Мы с женой путешествуем. И у нас недавно, когда все на свадьбе решили прийти. Такие мероприятия нужно посвящать для общего развития. На открытии проекта в Ростове Николай Миклуха-Маклай прочитал лекцию об изучении южной части Тихого океана «Россия в регионе Южных морей по следам русских открытий», подкрепляя слова фото и видеоматериалами. Вот такая вот поджигалка. 150 лет назад Маклай описывал о том, что при помощи таких валенок, которые они были с собой, он был поджигать сюда костер. Ну и плюс греться. И до сих пор его используем. На создание этого проекта потомка известного путешественника подтолкнули эмоции от собственной экспедиции и желание сохранить дружбу народов. Как там встречали россиян, он вспоминает с восторгом. Первый наш визит после многих-многих лет российского неприсутствия там. Мы не ожидали, что они настолько помнят Россию и помнят это через Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Выстрелилось около трех тысяч человек на берегу. Они поставили российский флаг и пели свой гимн Папу Новый Гвинея. Мы не ожидали такого. Выставку можно посмотреть в центре степь до конца октября. Дина Горбачева, Руслан Хамчев, Первый Ростовский. День дайвера отмечается сегодня теми, кому суши мало для полного счастья. 12 октября 1964 года легендарный подводник Жак-Ив Кусто опустил на дно капсулу с декларацией о взятии власти над глубинами моря. Наша редакция присоединяется к празднику телевизионным пособием «Как стать дайвером». Удивительный подводный мир с его разноцветными рыбами и невероятной красоты растениями – эта глубоководная романтика, скрытая от человека, доступна дайверам. И если кажется, что легко уйти под воду может каждый, это только кажется. Сначала нужно научиться. У обоих есть компьютеры на руке. Но одного показывает, что нужно всплывать, а другого еще позволяет плавать. Мы руководствуемся тем прибором, который уже говорит нам, что нам нужно заканчивать дайвинг. Также в теоретическом блоке будущим дайверам расскажут о подводной флоре и фауне, психологической подготовке, технике безопасности и правилах поведения под водой. Научат общению специальными знаками. Дальше – тест. И только после его успешной сдачи можно идти практиковаться в бассейн. Вот, собственно говоря, грузовой пояс. Таким образом он одевается. Пряжка находится слева, свободный конец справа. В том случае, если вы правша. Я его одеваю и застегиваю. Основное правило, чтобы свободный конец был всегда свободный. Его заправлять нельзя, потому что в случае необходимости вы всегда можете его дернуть, и он спокойно спадет. Придаст вам положительную плавучесть, и вы будете на поверхности воды. Под водой дайверы дышат при помощи регулятора. Здесь есть загубник. Его нужно плотно обхватить губами и дышать только ртом. Выдох ртом и вдох ртом. А еще дайверов учат правильному диафрагмальному дыханию. Именно оно помогает под водой чувствовать себя комфортно и уверенно. А также диафрагмальное дыхание – это то, что помогает регулировать под водой плавучесть. Снаряжение, кстати, тяжелое – около 15 килограммов. Только после обучения в бассейне дается финальное задание – погружение в открытый водоем. Тогда уже готовый дайвер получает сертификат. Это как водительское удостоверение для автомобилиста. Без него погружаться с аквалангом нельзя. Когда мы погружаемся под воду, мы действительно открываем дверь в новый для себя мир. По сути, мы выходим в космос. Ведь под водой мы можем испытать ту же самую невесомость, что и космонавты испытывают там, поднимаясь в космических аппаратах. И мы учим своих учеников именно парить в толще воды, получать максимальное удовольствие от этого процесса. И в процессе обучения каждый получает что-то свое. Это настолько индивидуально. Ведь когда погружаешься с аквалангом, ты делаешь первые вдохи, выдохи под водой, понимаешь, что это реально, что это возможно под водой дышать. А с дыханием и плавать, и наслаждаться неземной красотой. Марина Орлова, Андрей Токарев, Александр Осняч, Первый, Ростовский. Пожарные выполняли норматив. Один побежал, а второй его сбил пожарным рукавом. Суть экзамена наверняка не в этом. Но именно такую картину наш корреспондент Екатерина Чурсина заметила через интернет и сейчас расскажет, что еще рассмешило и удивило ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали трюк каскадера с гигантским топором, рождение работника ЖЭО и лесной пожар, виной которому костер под кофейником. А вы когда-нибудь хотели быть пожарными? Подписчик выложил видео с подготовкой этих специалистов и добавил, так было бы, если бы в пожарные пошел я со своим другом. С поезда через разветвление на рукава А и Б. Нормативу приступить. Тот самый момент, когда и жалко, и смешно одновременно. А комментатор добавил уточнение. В норматив не уложился, но уложил. Каскадер Евгений Чеботарев исполнил 96-й трюк. И вы не поверите с чем. Машина? Нет. Прыжок с высоты? Тоже нет. Он просто сел под топор. Давай! Ну понятно, что все вымеряли до миллиметра. Но ведь топор-то тяжелый, мог и сдвинуться. Распереживавшиеся в комментариях так и не поняли. Зачем так рисковать, если не жизнью, то частями тела. Человек вылезал из подвала через окно. Кто он и что там делал, не уточняется. Почему полез в окно тоже? Но его сфотографировали, а потом придумали свою версию происходящего. Так рождается работник Жео, подписал автор. А вот еще вариант. Осень – начало отопительного сезона. Из подвалов робко начинают выбираться первые слесари. Они еще совсем маленькие и неопытные. Но пройдет время, и дальше представляем сами. Ну и жуткие кадры не из нашего региона. Это даже не наша страна. Ростовчане активно обсуждают пожар в Аргентине, с которым не смогли справиться тысячи пожарных. Эвакуировано несколько сотен человек. А началось все из-за мужчины, который хотел выпить кофе. Но не дома, а в лесу. Развел костер и потерял над ним контроль. Наука нашим любителям горячего отдыха на природе. И на этом у меня все. Спасибо, Катя. Мы переходим к спорту. Последними из игровиков начали сезон наши баскетболистки. Пересвет ЮФУ спустился во второй по силе дивизион Суперлигу и потерял всех ведущих игроков. Разве что вернулась опытная Александра Кирина. Остальные молодежь. Так что даже финишировавшая в прошлом сезоне девятой энергия из Иваново стала для нашей обновленной команды серьезным соперником. Большая часть нашей команды вчерашний дюбл. И эта неопытность сразу чувствуется. Со старта улетаем в минус пять. Единственная опытная Кирина пробивается к кольцу соперниц только на третьей минуте. К середине первой четверти на табло восемь семнадцати наш тренер берет тайм-аут. Это немного встряхнуло девчонок. Заставляем соперниц ошибаться. А Яковлева точно дважды подряд пробивает трешку и закрепляет двушкой. Но снова провал. Тайм-аут Михайлова и опять результативный. За последнюю минуту энергия не забивает. А мы трижды. Хотя счет на табло все равно радует не сильно. Девятнадцать двадцать семь. Двухминутное общение с тренером в перерыве бодрит наших девушек. Кирина сходу набирает пять очков, а гости не попадают больше трех минут. Защита заработала. Теперь уже пришло время брать тайм-аут тренеру энергии. Но это не помогает. У соперниц пошли ошибки, промахи, потери. И ростовчанки выигрывают четверть шестнадцать десять. Что позволяет приблизиться к соперницам на расстоянии всего одного броска. Весь большой перерыв на табло горит тридцать пять тридцать семь. Но начало третьего отрезка проваливаем ноль десять. А чуть позже пропускаем еще один удар ноль восемь. С давлением наши юные девушки так и не справились. За матч у Пересвета Юфу двадцать девять потерь. Третья четверть проиграна семь двадцать два. Отстаем минус семнадцать и игра сделана. В заключительном периоде отрыв только рос. И делом чести стало не запустить его за совсем уж некрасивые минус тридцать. Эту маленькую задачу выполнить удалось. Пересвет Юфу проиграл пятьдесят два восемьдесят. Я сказал, девчонки, вас не то, что бьют, вас хватает. Но вы тоже проявите характер. Они воздушат, а вы отступайте. Сейчас я тоже буду на собрании говорить. А вы отступайте до трех очков. Почему вы не давите? Почему вы бережете себя? Почему нет того же, как вот агрессии? Больше сказано. Будем сейчас это обсуждать. Эти голоса нет. Потерял. Ну ничего. Будем работать дальше. С результативностью тоже не все хорошо. Кирина набрала шестнадцать очков. Яковлева четырнадцать. У остальных по два-четыре. Как заключила капитан, командная машина пока не завелась. Сыграли классную первую половину. На вторую чуть-чуть вышли какие-то, не знаю, более расслабленные. Да, нам сразу прилетело эти три мяча. Соответственно, шесть очков. Которые уже не позволили, а только дали возможность им наращивать этот разрыв. Не совладали. Видимо, вот эта машина дала сбой и, собственно, не получилось. Ничего, все впереди. Еще хуже, кстати, стартовал другой Донской клуб в Суперлиге. Новочеркасский Платов уступил Спартаку из Ногинска 53-84. Дальше Пересвету играть как раз со Спартаком тоже дома в субботу. Марина Черных, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Воспользовавшись перерывом в чемпионате, гонбалистки Ростов-Дона пообщались со студентами РГО Ринха. Но в этот раз обошлись без показательной тренировки. Милана Таженова и Валерия Ганичева около часа отвечали на вопросы, связанные со спортом и не только. Молодых людей в первую очередь интересует, как очаровательным девушкам из Ростов-Дона удается совмещать красоту и такой же жесткий и иногда неженский профессиональный спорт. Вопросы звучат в основном не связанные со спортом. Хобби и увлечение гонболисток, как проводят свободные от игр и тренировок время и кем хотят стать после завершения карьеры. Супер шедевр нашего гонбола и мероприятие было просто замечательно. Очень был рад поприсутствовать, задавать им вопросы. В общем, супер. Я вспоминал, как ходил на матчи и у меня всплывали вопросы, которые бы я хотел задать. Но гонболистки, они там играют на площадке и не задашь им так вопросы просто. А тут можно. На встречу с игроками Ростов-Дона Миланы Таженовой и Валерии Ганичевой пришли около сотни студентов РГУ Ринха. После импровизированной пресс-конференции гонболистки отметили, что такое общение позитивно влияет на настрой команды. Это очень круто, потому что это приятно поделиться каким-то своим опытом. Также я думаю, что всем, кто тут присутствовал, интересно получить какие-то ответы на их вопросы, потому что они не варятся в нашей каше, так можно сказать. И это очень круто и как-то объединяет. А Валерия Ганичева, кстати, планирует стать студенткой этого вуза. Вступительные экзамены у правой полусредней Ростов-Дона 17 октября. Когда я получала свое первое основное образование, было, наверное, не так. Было легче. Я была моложе, было все так классно. А сейчас вот мне будет само интересно посмотреть. Думаю, что будет не так просто, как до этого. В завершение гонболистки выбрали четыре понравившихся вопроса и подарили авторам клубные сувениры. Студенты ответили по желаниям. Больше побед и меньше травм. Следующую победу ждем через пару дней после экзамена Ганичевой. 19 октября Ростов-Дон сыграет с идущей без поражений Тольяттинской ладой. Роман Саганов, Руслан Хамчиев, Первый, Ростовский. Давление то резко падающее, то взлетающее нормализовалось. А температура, близкая к заморозкам, поползла вверх. Такие изменения заметила в прогнозе погоды наш метеакор Дина Горбачева. И сейчас расскажет о теплом завтрашнем дне, а заодно и всей зиме в целом. Ростовчане, всем привет! Гидромедцентр опубликовал прогноз на предстоящую зиму. По мнению синоптиков, с октября по март в Ростове будет держаться умеренная температура и сильных морозов не будет. По их словам, в октябре температура не опустится ниже 10 градусов, в ноябре ниже 3, но в январе он будет самым холодным месяцем ниже минус 3. Надеюсь, специалисты не ошибаются и зима будет действительно теплой. Ну а я расскажу вам о температуре на завтра. Сегодняшняя ночь будет немного теплее. Вчерашний плюс 7 под луной и ясным небом, а днем на 10 градусов больше. Итого, уличные термометры покажут целых плюс 17. Редкие облака, пробегающие по небу, надолго скрывать солнце не смогут. Ветер будет преодолевать 4 метра за секунду. Подует он с юга-запада, а значит, холодным не будет. Атмосферное давление придет в норму, и на барометрах увидим 759 миллиметров ртутного столба. Влажность средняя 53%, а дождя в прогнозе нет. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова